У меня родители отдали. У нас вообще в принципе в Тольятти и хоккейный и футбольный город раньше был, но в возрасте 5 лет мы просто шли мимо школы, там ребята играли. Мама спросила, хочешь побегать? Я говорю, хочу. Вот так, как ты и начал свою жизнь в футболе, с обычного дворового футбола. Нет, просто мне тренер поставил нападение, это было очень смешно, потому что я на первой тренировке забил свои ворота. Это было очень смешно для меня. Просто ставили все время впереди, я приходил, тренировался. Ну и понятное дело, нам было 5-6 лет, просто там разные детские упражнения, догонялки, все такое. И после вот были отборы, то уже лет 7-8 начались отборы. Нет, футбол занимал все мое время, меня никто не смущал, ни девочки, ничего. Я нашел свою супругу в 16 лет и по сей день я с ней вместе до сих пор. И наоборот, мне было легче в этом плане. Я играл в футбол, занимался, каждый день она была рядом. Поэтому мне в этом плане легче. Первая и единственная моя любовь, которая есть на данный момент. Нет, вообще такой случай. У нас общие друзья были, общие подруги. Я нашел ее, как обычно, в интернете, в ВКонтакте. Сначала я долго думал, как с ней познакомиться. Ну и решил через недельку написать ВКонтакте, пойти погулять. И с этого вот все началось. Я ее забрал после танцев. И с этого дня мы как бы начали нашу жизнь. Как встретились и все, погуляли раз, два. И потом начали, ну как, детская любовь. И вот она сейчас идет до сих пор. Предложение у нас было в поездке в Индии, на Гоа. Да, я думал это за полгода. Я знал, что мы уже поедем. И я думал, как это сделать. Но никак не знал, не решался. Вот мы приехали на Гоа. И думал, какие есть варианты, какие мне там могут отель предложить варианты. Или что я найду в интернете. У нас была поездка в горы. Водопад в джунгли. И там было прекрасное место для этого, чтобы сделать ей предложение прямо на водопаде. На камнях, когда течет вода. Красивая атмосфера в джунгли. Это было круто очень. Да, она заплакала. Сначала она не ответила, конечно. Она заплакала, обняла меня и потом сказала да. Она была буквально два месяца назад. Были только нервы чуть-чуть во время церемонии всей. Потому что ты понимаешь, что все гости пришли на ваше торжество. Ты должен что-то, ну, поблагодарить их за это. А то поблагодарить свою жену за все, что она организовала. Поэтому были чуть-чуть эмоции. Но как началась церемония, сразу все вышло из головы. Я понимал то, что я сделал свой выбор, которым я никогда не буду жалеть. Ну, обсуждали. Ну, пока что решили то, что поживем чуть-чуть для себя. Попутешествуем пару лет. И начнем задумываться об этом уже. Супруга занимается танцами. Она занимается съемкой. Видеооператор также снимает и танцы, и как она тренируется. Она раньше, когда была в Тольятти, преподавала детям уроки танцев. А сейчас она со мной живет в Казани. Также занимается танцами, нашла там. Поэтому занимается каждый день чем-то, находит себе хобби. До этого, когда было свободное время, я всегда ездил домой. Вот как раз к ней. Потому что она была дома в Тольятти. И там была моя семья. В любое время, если был один-два дня, я выезжал домой провести время с ними. Но сейчас она переехала ко мне. Мы ходим в кино, гуляем, смотрим фильмы, сериалы. Катаемся по городу, когда нам скучно. Я коллекционировал журналы, были футбольные. Всякие. Да, с наклейками. Продавались в киосках, которые ты всегда там, мама дала 20-15 рублей. Ты идешь, покупаешь их, собираешь редкие картинки, обмениваешься. Ну, мне больше нравятся европейские чемпионаты. Я заболею в Мадрид. Мне нравится эта команда. И мне нравится еще английский футбол. Я люблю смотреть иностранный, именно футбол. Российский. Ну, сейчас я смотрю, но больше меня симпатизируют другие чемпионаты. Потому что там показывают высокий класс, к чему надо стремиться как раз. Курсион Роналду. Потому что он показал всему миру, как можно над собой работать. Когда он был совсем никем. Очень худой. Маленького роста. И показал всем, как можно сделать себе машину в футболе, по забиванию голов, по скорости, по всему. Я симпатизирую Робину. Я смотрю всегда его видео. Потому что он левша. И я также стараюсь смещаться в центр. И бить поворот. Да. В 7 лет я попал в Академию Коноплева. Это была самая сильная школа в России на данный момент. Там я проиграл до 14 лет. В 14 лет я получил травму. И покинул эту школу. Начал реабилитироваться. Сделали операцию. Прошло около 9 месяцев. Ну, я начал восстанавливаться также в городе. В футбольном клубе «Импульс» в Тольятти. Там был тренер, который мне помогал. И по сей день помогает сейчас советами. Подсказывает, как, что нужно правильно делать. И он меня отправил в футбольный клуб «Якутск». Это было как раз в 16 лет. Там я побыл полгода. Холода. Ну, это было круто. Это закаление на всю жизнь, что там происходило. Большие морозы, хождение в школу, игра в холод. Но это было круто. Меня это закалило по жизни очень сильно. И оттуда я переехал в Саранск. В возрасте 17 лет. Играть на КФК. Я там также отыграл полтора года. И переехал в футбольный клуб «Оренбург» в молодежное первенство. Также отыграл в Оренбурге полгода на молодежном первенстве. Год во второй лиге. И постепенно со второй лиги я перебрался в Нижникамск. Во вторую лигу. Оттуда мы вышли в ФНЛ. И от Нижникамска я перешел в Грубин. Мы не играли на улице, когда было слишком холодно. А так у нас был Манеж. Мы тренировались все время в Манеже. Но там было тоже прохладно. Пришлось одевать кофту. Там надай шапку даже. Самое интересное, это в июне там еще лежал снег. Это было для меня нечто. Но как раз я оттуда в это время уже уезжал. Там уже до сих пор лежал снег. Ну, цель всегда помогать своей семье. Быть с ними рядом. Если они в чем-то нуждаются, я им всегда буду помогать, поддерживать. Чтобы у них все было хорошо, что они захотят, я стараюсь делать. Мои минусы знает жена вся. Возможно, мой характер, он есть и в плюсе. То, что я себя так веду. А иногда он не мешает даже в спортивной карьере. Поэтому я где-то стараюсь. Сейчас мне говорят нужные вещи, которым я прислушиваюсь и меняю себя постепенно. Стать профессиональным футболистом, уехать, играть в Европу, защищать флаги своей страны, национальную сборную. И расти как футболист, как человек. Да, это было месяц назад, ну, буквально месяц назад. Мне позвонили администратор с молодежной сборной. Сказал, нужен твой загранпаспорт. Я спросил, для чего он. Говорит, вот, попал в список молодежной сборной. Я отправил паспорт. Ну, конечно, я был рад. Я всегда, у меня была цель попасть в сборную, мечта. Мне кажется, она есть у всех. И вот эта мечта осуществилась. Я был очень счастлив. Моя семья порадовалась. Все поздравили. Я был сам очень счастлив, что у меня есть такой шанс проявить себя здесь и расти. Я, да, приверлив. Моей жене, сыну и моей семье тяжело. Я не люблю лук, овощи, всякие на пару. Я люблю чистое мясо, либо курицу. Я люблю спагетти, пасты, пиццу. Как-то так. Я смотрю буквально все, что мне нравится. Я открываю вот фильм. Смотрю первую минуту. Если меня заинтересовало, я продолжаю смотреть. Если нет, открываю следующий. И начинаю смотреть. Пока меня не заинтересует фильм. Да, я люблю читать. Я люблю больше психологию, либо биографию футболистов, спортсменов. Я слушаю абсолютно все. Вот что мне включите. Поп, рок, рэп, классика, шансон. Я все слушаю. Самый памятный, наверное, первый матч за Рубин. Потому что я дебютирую. Потому что я дебютирую в премьер-лиге. Это матч с Ромавиром. Я забил гол со своей плей на поле в Фаннел в том году. Ну и, наверное, первый мой гол за Рубин. Это матч с Оренбургом. В российской премьер-лиге я забил первый гол. Нельзя его бояться. Надо просто соблюдать все правила. Поэтому я его не боюсь. Как будет, так будет. Играть в Мадриде.